Вот то, что сейчас происходит в мире по поводу встреч глав G7. Некоторое время назад это было G8. Дело в том, что сегодня Россия для G7 категорически не нужна в виде советника и равного. Они прекрасно понимают, что это не просто альтернативное мнение. Это просто хирургический нож, который срезает и вырезает сразу вот так вот опухоль, которая существует сама по себе, она развивается сама по себе в Евросоюзе. Я уже говорил о том, что крупные страны с крупной экономикой придумали, что они временно наравне со слабыми экономиками, но союз неравных это очень и в семье, и в геополитике, это очень временное явление. А Россия, она не там и не там, она готова помогать и слабым, она готова дружить и с сильными, но она не готова занять позицию тех финансовых институтов мировых, которые хотят доминировать и как бы колониальным образом, под видом дружбы и союза, использовать эти территории и населения для развития своей собственной экономики. Это существует доминанта с точки зрения правительства США, это существует доминанта с точки зрения, мне кажется, Германии. Вообще малые сателлиты в Евросоюзе, они почему больше выступают против России? Потому что они прекрасно понимают, что это единственная роль, которая благожелательно воспринимается внутри самого Евросоюза. И вы посмотрите, как они выступают. Ведь, например, немцы разделились во мнении, французы разделились, итальянцы разделились, а это крупные экономики, это великолепные глубокие традиции и так далее. Мне кажется, Россия им категорически не нужна, она им нужна только в виде фантомного врага, и таким способом они ищут вариант скрепления Евросоюза в какой-то монолит, ну хотя бы на военной основе. Это, конечно, очень тревожно, но, к сожалению, выглядит именно так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!